ребята вы никогда не угадайте что я нашел медалюха так попробую прочитать за взятие кенигсберга 10 апреля 45 офигеть вообще прям недели не глубоко лежал здесь фундамент это поднялись чуть в горку от поля от огорода вон один фонарик у нас вон там другие ходят ночью пойду похвалюсь а сейчас давайте вам расскажу об этой медали многие даже не знаю что такое кенигсберг кенигсберг это сердце восточной пруссии город крепость укрепление которых возводились с 13 века в 19 веке крепость была перестроена и была одной из самых неприступных в европе все мы знаем брестскую крепость это что-то подобное но в разы больше к примеру брестская крепость насчитывала 9000 защитников а вот кенигсберг 130 тысяч вот теперь вы чувствуете масштаб советские защитники защищали крепость 32 дня а вы знаете сколько оборонялся кенигсберг если да пишите в комментарии а если нет то в конце об этом узнаете итак поехали 9 июня 1945 года была учреждена медаль за взятие кенигсберга единственная медаль учрежденный не в связи со взятием или освобождением столицы а в награду за взятие города крепости кенигсберг окружали три оборонительные линии первая линия 15 фортов соединенных линий дотов дзотов траншей гарнизоны фортов были способны организовывать сплошную линию огня вокруг города 2 оборонительной линии общественные здания на окраинах кенигсбурга из камня и железобетона приспособлены для ведения огня третья линия весь центр города ее основой были укрепления городской цитадели с мощными фортами разветвленной системой подземельных коммуникаций рвами валами и искусственными водными преградами гарнизон крепости насчитывал до 130 тысяч человек 4000 орудий и минометов сотни танков и штурмовых орудий около 200 самолетов прикрывали кенигсберг с воздуха советские войска насчитывали примерно такое же количество солдат но боевая техника и по качеству и по количеству значительно превосходила история прям аналогичны как и в бресте только теперь все наоборот ожесточенные бои продолжались четыре дня 9 апреля гарнизон крепости капитулировал враг потерял до 42 тысяч убитыми и около девяносто трех тысяч пленных потери советских войск значительно меньше учитывая то что приходил штурмовать крепость а в таких случаях потери превышают обороняющих и того за всю операцию 9230 убитых и 34 тысячи раненых операция была подготовлена и проведена не числом а умением наступательная операция по прорыву кенигсбергского укрепленного района и штурма города крепости была проведена силами третьего белорусского фронта под командованием маршала советского союза василевским в память штурма и взятие кенигсбурга после переименовался в калининград была учреждена наградная медаль автор проекта медали художник кузнецов на 1987 год медали награждено около 760 тысяч участников боевых действий восточной пруссии медали за взятие кенигсбурга награждаются военнослужащие красной армии военно-морского флота и войска нквд непосредственно участники героического штурма и взятия города крепость а также организаторы и руководители боевых операций при взятии этого города возможно владелец этой медали где-то в этом списке вот теперь мы понимаем и осознаем что это не просто медаль а медаль пропитана смертью и кровью вечная слава героям великой победы вечная память героям надеюсь вам понравился вот такой небольшой исторический очерк если да то с вас лайк и комментарий а сейчас возвращаемся на коп будет интересно а 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 Продолжение следует...